Короче, имейте в виду, опасная территория. Деви ко мне, место. Ребята, мы сегодня попали на родину. Наших собак. По этой лестнице мы прошли не один раз. Сейчас собаки, по идее, когда я их отпущу, должны будут побежать по лестнице, как всегда они это делали. То есть я их вел по тротуару, по команде рядом, без поводков, без ошейников. Когда мы доходили до этой лестницы, я им просто давал команду вперед, и они бежали. На самом деле, я думаю, для меня лично будет очень интересно, как они вспомнят эту землю или нет, как они себя будут вести. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну вот место, в котором мы регулярно совершали в течение многих лет свои прогулки. Здесь вырос тюбик, волкан, гася, пятница тут выросла, ворчишка. Это все вот с детства они здесь так и выросли. Собаки приюта Верность вернулись на свою родину, можно сказать. Приют Верность начинался вот отсюда, вот с этого парка. Это первое наше, как сказать, прогулочное место, с которого все началось. Здесь они регулярно гуляли, посмотрите, какую радость это им сейчас доставляет. То есть волкан балдеет, на траве крутится. Но видно, что они радуются, они узнали это место. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда-то я говорил вот так команду «Монтия барьера», она запрыгивала на дерево. А теперь запрыгиваю я. Возраст уже у собак. Когда-то на этом месте должен был быть приют. Мы обратились в Смоленскую администрацию за помощью, чтобы нам выделили землю под приют. И когда-то вот этот участок рассматривался под то, чтобы на этой территории построить приют, то есть рекреационная зона и тому подобное. Мы сделали рабочий проект, прошли санэпидемстанцию и так далее. Но архитектура забарковала это дело и не позволила нам здесь поселиться. Ну, честно говоря, и слава богу. Сейчас бы, если это место нам отдавали бесплатно, мы бы его не взяли. В Хохлово в сто раз лучше. Там воля вольная, лес кругом, и места больше гораздо. Радость сейчас переполняет, просто воспоминания. Тут целая жизнь у собак прошла, можно так сказать. Это, ребята, караул просто. Да, для них, конечно, это прикольно, супер. Тут собаки выросли, Пашка. Что такое? Не прыгай на меня. Кстати, вот это красивое дерево совсем развалилось. Знаешь, как машина времени какая-то произошла. Щелки, я опять на этом месте. Вот мы сейчас как раз находимся в такой точке парка, в таком месте, да, где очень хорошо видно наш дом, ну, через деревья. Вот бирюзовое видно, это теплица соседей. И вот чуть повыше видно крышу нашего домика, ну, бывшего нашего домика, который как бы продался и купилась в Хохлово, скажем так. Участок земельный в Хохлово, и мы переехали. Ну, вот бывшее наше, как его сказать, место расположения приюта верности. Отсюда все начиналось. Идите скорее сюда, остался трюк. Монти, пошла, барьер, барьер, вперед, 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 вперед. Молодец, хорошо, Монти, молодец. Все, стоять. Если вы сейчас можете наблюдать Пашку, Пашка дошел до Грязюки. Когда-то это была огромная свалка мусора, просто вот огромная свалка мусора. Вот с ближайших домов это годами сыпалось, сыпалось, короче, засыпалось. Но здесь было поле, на котором мы гуляли. До мусорки это было поле. И вот на вот этой площадке просто я, Екатерина, собаки наши чудовенькие, и ее вторая собака-сердиша, это родственники Валкана. Дочка и племянница, внучка вернее. Ну, вот на вот этом месте балдели, грубо говоря. Здесь всегда тенечек в этом месте. А вечером над вот этими деревьями всегда летала летучая мышь. Постоянно, вот летом, как только мы сюда вышли, она над этими деревьями всегда летала. Советую всем, если вы где-то давно не были, прошло, например, 5-10 лет, а вас на этом месте не было, приезжайте, получите массу эмоций и удовольствия. Здесь караул. Пашка, Пашка, возвращайся, потому что Пашку всосало. Короче, имейте в виду, опасная территория. Очень опасная территория. Почему? Потому что вот так вот всосет, просто всосет и не вылезешь оттуда. И не вытащишь. То есть вот так вот в данном случае ребенка нужно вытаскивать. Опа, все-таки высосали. Отличное место, короче говоря. Если вы хотите, чтобы ваши дети влипли, привозите сюда, на это поле будет отличное засасывание. Так его засосало туда, ты понимаешь? Ну, так его всосало туда. Пашка, снег ногами потыкай. Караул, короче, не могу. Тюбик, тюбик, тюбик. 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 Сейчас вы можете наблюдать, как тюбик и ворчиша роют мышь. Вот этот весь овраг был ими перекопан вдоль и в поперек. Почему? Потому что, ну как, у Валкана уже сил нету копать. Он как бы главный по мышам, скажем так, да? Но уже здоровье не позволяет. А ее тюбик и ворчиша будут копать, пока не достанут. Голос. Смотри, скорее голос. Молодец, умница, хорошо. Молодец, умница, 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 умница. Хорошо. Потому что нашли в пятницу, да? Да, пятница, потому что нашли в пятницу. Самое интересное, что я больше чем уверен, что они это место узнали. Узнали и, конечно, радуются. Много лет назад, пока мы не переехали в Хохлова, это являлось основным местом наших прогулок. Очень часто я вот так вот мог в любом месте этого парка завалиться и просто спать. Ну и, понятное дело, не так просто на траве. Ковлик подстилал. А собаки в это время голливудили по всему парку, просто на все. И было очень интересно и весело, когда кто-то ночью проходил по этому парку, а собаки его застукали и облаивали. То есть крику, визгу, коробку. А я-то тут. Ну что, и происходило это так. Я вижу, что они кого-то, ну, облаяли. И я делал вот так вот. Все собаки бежали ко мне. То есть вот приблизительно вот таким вот образом они... Все прибегали ко мне. А человек не знал, что к чему. Ну, вот таким безобразием мы занимались. Да? Молодец, волка, ну, уница. Пришел. Ко мне. Молодец. Молодец. Собаки прибегали ко мне, показывали, что они, ну, меня слушаются, в порядке, никого не съели. Сто лет я не кидал собакам палку. Пятница, ко мне. Гаси место. Порт. Апорт пятница, вперед. Гаси, вперед. Ищи пятница. Молодец, пятница, хорошо. Дай палку, пятница. Дай мне палку, молодец. Ну, как тебе не стыдно? Как не стыдно тебе? Как не стыдно? Молодец, умница, все. Никакого коронавируса нет, умница, хорошо. Рядом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова